Доброе утро, друзья. Направляемся на Июма-Гусинское хранилище ловить судачков с лодочки, кататься и наслаждаться природой. Я еду не один, еду со своим товарищем. Товарищи зовут Артем. Артем, поздоровайся. Доброе утро. Капитан. Фоткеп. 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 И едем уже часик. Осталось их совсем нам немного. Совсем немного. Споро будем на месте. Немного о наших планах. Мы едем в гости. Мы едем в гости на рыболовную базу Юмагузина Фиш. У нас будет гид Рустам. У него есть хорошая лодка, у него есть хорошие приборы, есть Panoptics. Я с Panoptics никогда не ловил и буду впервые заниматься такой штукой. Будем ловить в основном геологическую рыбу, будем ловить судаков, щук, ну или толстых, жирных, огромных окуньей. Ну или не будем. Ну или не будем. Ваши ощущения о предстоящей нашей рыбалке? Предвкушаю. Предвкушаю поимки. Есть большая вероятность, что обновим свои рекорды. Потому что, судя по всему, рыбы там много. Рустам ловить ее умеет. Что-то умеем и мы. Я думаю, будет интересно. У нас проблема произошла. Непонятная лодка, короче, начала люфтить и прыгать на прицепе. Потому что у нас здесь вообще какая проблема произошла. Смотрите. Непонятно из-за чего, конечно, произошло. Мы сейчас перевяжем львёдочку, все сделаем и аккуратно обратную поставим. Хотя осталось ехать 10 минут. Потому что мы это сделаем сейчас, чем у нас летит лодка и упадет на какую-то машину. И поломается лодка и поломается чужая машина. И вообще, в принципе, неприятная штука. Лучше ехать безопасно и аккуратно. Подписчики. Подписчики. Говоришь, что вы берегли себя, подписчики. Красивый лугапс врезать от тебя просто. Обернись. Ну, посмотри. Обернись. Ну, посмотри, как красиво. Мне не встать без твоей руки. Ну, ладно. Производится демонтаж верёвки. Призважно, какая-то ситуация непонятная. Трочка перетёрся. Для того, чтобы лодка нас не покинула. Раньше выдаёма. Мы её отвяжем, но поедем так. Вот она, вот она. Такая штука у нас. Вот она. Убдительно Алексей заметил, что есть некий дельфин на лодке, но не на воде, а на прицепе. Поэтому, чтобы избавиться от дельфинов, принято решение перетянуть лодку на прицепе. Прямо в дороге. Закрывай багажник. Продошла вторая ситуация. Лодка притянута. А дверь теперь не закрывается. Поедем так. Прошло пять минут, как мы проехали с закреплённой лодкой, и мы поняли, что у нас спущено левое колесо. Ну, немножко. Немножко, немножко. Безопасность. Безопасность. Правое колесо у нас нормальное. А левое колесо? Это колесо здорового человека. И им курильщик. Такое. Чуть-чуть приспущено. Запаски, как у нас нету. И любаянка, и нашему колесу придёт жопа. Поэтому мы его лучше накачаем сейчас. И всё. Вот так это выглядит. Почему в водках ещё качки не придумали? Ну, а чё? Как будто это... Ну, а здесь. Небось их не покадаем. Угу. Какова красота! Ёма-бузи, если вы в коробнилище. Едем слиповать лодку. Заплатили мы 655 рублей за то, что заехать сюда и слипнуть лодку. Ну что, друзья. Всё, мы слипанули лодку. Жду. Мой товарищ покойный отгонит машину. Сейчас будем добираться до рыболовной базы. Так вот здесь красиво просто. Невероятно. Скалы такие. Чувствую, рыбалочка будет шикарной. Погода у нас солнце лупит. Красота. Артём! Здорово! На воде! Слип произвели успешно. Без скал, без приключений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подъезжаем к базе. Так, что она там выглядит на воде. Ну что, друзья. Приплыли мы на рыболовную базу. Не могу зина фиш. Такой вот здесь видочек. Сейчас отправимся уже на рыбалку. Знакомься, ребят. Это у нас наш гид. Рустем. Привет. Рустем. Куда мы сегодня поплывем. Чего мы будем делать. Мы сегодня будем искать экологическую рыбу. Только в толще воды стоит. Будем пытаться поймать ее. Здесь, конечно, по времени 12. Ну, 2 часа у нас еще есть. Отлично. Волжанка 54 фиш про. На 150-м. В стандартной комплектации рыболовной. Халок. Троллинговый мотор. Ну, все. Погнали на рыбалочку. Если что-то надо помогать, говори. Пускай, поднимайся. Красиво, да? Стилек. 30 метров глубина. Какую рыбу здесь ловить, кроме биологической еще? Не, ну, на самом деле, рыба стоит, допустим, на 10 метрах. Она раз на 35 уходит. Угу. И нормально там? Вообще, я не понимаю, что она делает. А активнее она на какой глубине? Ну, я ловлю рыбу вообще до 16 метров. А на 6 что-то стоит? На 6. Не, я вообще как бы беру вот это расстояние. А, дистанцию-то имеешь в виду. Да, не глубину. Окей. Сейчас я закинул 36. Подальше закидываю, потому что она наверху стоит. Видишь, чтобы ее не пугать. Над ней, если упадет. Все, он пошел. Пошел. Кто-то должен корректировать. Пошел, пошел. Удет, идет, идет. Все. Все, я больше есть не буду гореть. Трешки, они все этот... Трешки вот на 14 стоят. Видел? Вот он опять пошел. Где-то, 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 все отвалилось. Какая она задача? Ну, задача, получается, найти пелагическую рыбу. Только что одну рыбу видели, она погнала за приманкой и есть не захотела. Ищем другую рыбу. Просто мне другой человек этот силикон привез. Может, он его забрал. На кастинге, я думаю, поприехал, в пелагику, да? Ну, наверное. Не умею кидать даже. Выше у нас идет эта приманка, а ниже это стоит рыба. Их рыба как стояла, так стоит. А, нет, это вот он развернулся. Посмотрел, и все. Посмотрел, и все, и больше не хочет. Опять. Посмотрел, и все, и больше не хочет. Давай еще раз. Он просто стоит, типа ему вообще срать, что ты, кто ты. Сейчас ждешь, Дик, сейчас выйдет из клюки. Да? Погоди. То есть, ты, грубо говоря, кончиком приманки должен дотронуться верха рыбы и пройти мимо. Долго не застаиваясь, потому что он этот, ну, если разглядит приманку, то поймет, что это не работает. То есть, он смещается влево. Видишь, то есть, я вот... В общем, мы увидели двух судаков, которые гнали за приманкой и брать ее, к сожалению, не захотели. Далеко не подматривать, 26 минут все. Крути, 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 крути. Давай, крути, крути, крути. И вот где-то прямо. Быстрее, 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 потому что рыба сейчас в склейку упадет, мы ее не увидим. Ниша, не, не, нормально, нормально. Подходи на нос, чтобы на мотор не связываться. Ну что, Алексей? Получилось. Получилось 4 тысячи башка, 3,5 датчика, 7,5. 7,5 тысяч долларов стоит. И такая рубалка. Пересылка. Через Казахстан. С Майами, да, через Казахстан. Еще где-то 200. Да, поболее. Плюс еще эти через биткоины мы отправляли. Через доллар. Да. Конвертировали в биткоин. Биткоин там конвертировали в доллар. Какое ощущение от этого прибора? Тема, конечно, тема. Сейчас все видно, все понятно. Ну что, как приманки, какие реагируют. Очень интересно. 7,5 тысяч долларов. Ну что, что? Ну что, что? Вот она. Ах ты, сука. Он отворился. Стой, стой, стой. Опускайся, опускайся. Опускайся. Он опять пошел. Веди, веди. Он вот здесь стоит. Хорошая рыба была? Нет. Шнырь? Попробуй подъем. Ты, говорит, чмоп. Есть мы тебе не будем. Есть, потому что еще это... Что, до нижнего родителя? Да, да. Вот он же, где-то. Вот, стоп. Пошел, пошел, пошел. Ветер днул, все видишь, но шататься все начало. Он идет за тобой, видишь? Он так медленно идет. Попробуй скориться просто. Не знаю. Как я к этому пришел? Да. Гидование. Ну, на самом деле, я просто начал рыбачить в семнадцатом году. В девятнадцатом купил... А, ну, то есть, начал ездить в Астрахани, увидел крутые лодки, увидел соревнования, тоже загорелся. Подкопил денег, чтобы в девятнадцатом году взял эту водку. На соревнованиях отъездил, поверил в себя, что я там рыбак-рыбак. Вот. Ну, и рыбалка мне нравится, как бы, почему, как бы, работа и рыбалка не должны быть. Ты видишь, да, на двадцати метров? Это все мотивации. Ну, всегда ведь классно, когда, ну, твое хобби совпадает с работой. Согласен. Вот, и получилось так, что вот он пошел, увидел рытье. И, ну, и получилось так, что... Ну, вообще, все в девятнадцатом году как-то так сложилось, что я попал и сюда, и в Магуинское водохранилище, и два соревнования было, и жена меня дома не видела. В общем, это место было официально, наверное, для семьи, что у меня тут работа. Ну, то есть я организовал здесь себе работу на природе с любимым занятием. Начали строить мы первые дома. В двадцатом году пришла мысль, и в двадцать первом мы начали строить первый дом. После того, как мы одно лето отработали, ну, поняли, что спрос есть. То есть поставили еще два дома. Ну, ввиду тут сложностей с нацпарком, то есть с коммуникациями, как бы пока развиваться дальше не видим смысла. Потому что, ну, езных путей нет, все заводится либо по воде, либо снегоходами, все это дорого. Вот поэтому, ну, многие говорят, почему цены такие? Потому что, ну, просто, грубо говоря, купить килограмм гвоздей, съездить просто в магазин, стоит двадцать и полдня времени. Понимаешь? Как-то так. У тебя вот с такой штукой, с таким прибором на этом катере с тобой. Ну, вот смотри, то есть у меня дневных рыбалок нету. Почему? Потому что, ну, то есть это лодка и задействована, как бы, возить туда-сюда. То есть, поэтому у меня, как бы, часовая рыбалка с утра и вечером. То есть, три тысячи рублей стоит час рыбалки со мной. То есть, ну, как бы, многие говорят, что да, это, там, вот, дорого, там. Но на самом деле здесь не стоит даже речь о заработке. Тут просто окупить бы то оборудование, в которое вложено денег. Семь пятьсот долларов. Надо эту сноску сделать, да, в углу экрана. Да, просто... Хоп, 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 сколько все стоит. Если брать, сколько этот комплект стоит, да. Вот у нас на 28 рыба хорошая стоит. Вот, да. То есть, ну, и людям объясняешь, что вот, ну, ты купил, там, за пять миллионов машину. Ты же не будешь, или, там, сдавать. Артем уже одну поклевку успешно... Слил. Упустил? А вторую рыбу ему шанс пока не дает. Что ж, классно, я скажу, сидишь в такой лодке большой. Довольно комфортно, просторно. Да, да, комфортно, согласен. Ну, сидишь, и... Он тебя увидел, увидел. Уходи, 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 уходи. 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 Уходи, уходи. Уходи. Большая рыба. В общем, суть такая, мы ловим-ловим этого судака пелагического, а он просто не хочет вообще ловить и принять решение пока отправиться на бану, там пообедать, что-нибудь поделать и покататься по протокам всяким, поискать. А завтра утром будем опять ловить в пелагику судачку. С чем бать-то еще и говорит? Есть. Смотрите свои возможности в ловле окуня. Ну, собственно, я считаю, что все очень даже получилось. Пелагический окунь. Немножко спрячем с соседнего теплажа. Ну, очень приятно. Небольшой кабань. Все сюда! У нас время. Вечер, вечер, вечер. Мы сегодня рыбачики окуни ловили. Вообще, какую мелочь. Сейчас, Артем, покажет, как уголечко развлекать. Сделал такую штуку, что... Эту штуку сделаешь с помощью бутылки. С помощью пива. Да. Ну, его сначала надо выпить, а потом сделаем. По-другому здесь не получается. Поэтому этот план идеален. Идеальный план. Выпил пиво, разжегайте угли. Так же, ты начнешь, как будто не одну пиву не пиво. Пожалуйста. Вот вам. Lifehack. Доброе утро, друзья. Мы проснулись. Проснулись мы. У нас доброе утро. У нас хорошо. У нас хорошая погода. И мы сейчас пойдем ловить зудочка в пеладику. Посмотрите на эту красоту. Лодка у нас уже готова. Идем, собираемся. И отправляемся на рыбалку. Артемка мыл ноги перед тем, чтобы в лодку залезть. В лодке надо с чистыми ногами. Мамынцы подмылся. Вот такими. Давай залазь. План остается прежним ловить крупного судака. Это мини-команда, что ли? Это не мини. Ну, команда. Судак обнаружил. Кидаем. Посмотрим. Л-24. Л-24. он повернулся вниз даванул клюнуло вот на этого малыша у него такая здесь еда у меня просто есть задача вид в том что приехали новички и поймали рыбу поэтому я приманку потому что ну люди как бы хотят приехать поймать не едет искать у них зуб надо кидать 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 вот куда кидать зачем кидать кого кидала кидали вот то есть как шанин говорил самый главный провод и не быстро и медленно вот к этому я склоняюсь да судак пока нам что не дается какими-то непонятными повадками утром над ним приманки проводим прям подносом разный но флюоркарбонах на кого-то флюоркарбона у кого-то нет стреляние приманок начался пора уже все это за сезон у меня от многих не стрельнул экономичная у тебя рыбалка довольно вот сейчас и кидал и целом нормально любых ловим на глубине 37 гущики хорошая рыба по сравнению вчерашнего очень хороший ну и шансов нет вообще да конечно застежка сон логический сон логик сон на березом ну давай пару слов то на видео там была рыба но мы не знали какая мне кажется вообще сон и не опускай пожалуйста на низкой возьми за джиг головку так и че че это сон смотри приманка что это такое в общем какая то такая приманка нет и больше не это все оторвал вот ну и вообще в целом и спортсмены поэтому да что-то будет так например порезал мне не в этом группе добавили на пол сум свою мелкая рыба тебя пошел потому что ты приготовился отсекать встал, стойку с пудом вставь пожалуйста этот кадр как я ржу с тебя я на двадцати четырех уже нет, это главное, трое опять едем пошла зачем ты дожидаешься пока они с лицом к лицу встретятся ты уже должен заблаговременно развернуться и у него должен он разогнался уже чтобы ударить он с одной скоростью падает это нравится судаку я его обламываю в реванку до жопы долетела потом я закрываю и резкая подсечка в очко ты не смотрел что-то про акулфильм давай 30 метров а нет, а вот да давай вот 32 метра идет рыба вон на 40 что-то стоит еще смотри видишь вот стоит рыбалка с гидом сейчас все отпиздит этим спиннингом просто по хрюкту морала а что поймать еще хуею вот заброс вот приманка идет вот здесь закрываешь дужку плавненько идешь над ними, так? просто спиннинг можно опустить не надо только снуром работать идешь над ними идешь, идешь, идешь плавненько пошел вот за тобой рыба пошла, видишь? все пошли дрессировщик он несет до сих пор Рустен дрессировщик судаков ну это нормальная рыба видишь она даже с хвостом ну она этот даже с хвостом даже с хвостом ее видно ха-ха-ха ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха 30 падаем прямо на день вот спинник наверх где же она убегает, видишь? дужку заранее закрываем потому что есть еще провис у лески чего не поправ? у воздушки нет а? у воздушки вверх может не дужка а по-другому называется По идее, ты не столько правильного. Ты мне дворучку повернул дальше? Да, ворчу. Чего я видел? Кривая девочка. Браун перч цветка. Браун перч цветка. Паноптикс туда-сюда сделай пару раз. Музыка. 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 даже баня есть как вот домики у нас выглядят внутри кухня, газ посудка всякая все что хочешь все чистенько, красивенько тарелочки, стаканчики все там для кухни все есть в общем приезжаешь и живешь в крутой гостинице вода из родника газ еще есть получается топление у нас дровяное да, печка есть печка дровяная стоит классно кроватки по стене это получается домик на четырех кроватки, матрасики все чисто такой видочек из окна тут у нас мангальная зона вон там все для шашлыка там дальше туалет вот здесь холодильник здесь холодильник здесь можно посидеть классно какой даже просторненький домик здесь немаленький здесь кухня диван приезжаешь и отдыхаешь рыбу ловишь классно в общем друзья сейчас будем собираться домой отправляться на дамбу и ехать в Уфу нарыбачились, наловились попробовали эпилогическую рыбу посмотрели что и такое вообще как-то работает спасибо по хрустам потому что я дал такую возможность порыбачить попробовать и снасть у него есть все в принципе нормально приезжайте посмотрите красоты если получится поймаем рыбу да рыбу кстати очень сложно ловить то есть это не просто так что ты приехал такой видишь рыбу сейчас кинул такой ага все сейчас поймаю нет мы увидели примерно 50 пилогических рыб которые там из них 30 разгонялись за приманкой и разворачивались паноптикс да это не панацея но паноптикс это тема счастливо это театральная пещера почему театральная еще не знаю огромная отвесная скала какая-то выглядит конечно красиво она еще бы рыба здесь ловилась вообще бы цены этого места не было это у нас скала вождей какие-то чуваки давно-давно нарисовали на скале портрет все едем домой у нас тут прикол лодка отцепилась мне бы сразу что и Продолжение следует...